По словам специалистов, болезней, которые можно эффективно предупредить, мало, но в их числе есть ОРВИ и грипп. Защита от этих заболеваний – прививка. Столетия назад инфекции возглавляли список причин госпитализации и смерти. Сегодня, благодаря в том числе и иммунизации, ситуация изменилась. Хотя в наше время чаще всего листы временной нетрудоспособности выписываются по причине острых респираторных и гриппа. Профилактика любых острых респираторных вирусных инфекций и гриппа бывает двух видов – специфическая и неспецифическая профилактика. К специфической профилактике относится, то есть профилактика, которая воздействует на конкретного возбудителя той или иной вирусной инфекции, на конкретного возбудителя того или иного вида гриппа. К ним относятся специфические лекарственные препараты и специфические вакцины. К неспецифической профилактике относятся народные средства и неспецифические лекарственные препараты. К слову о последних, как правило, они синтезированы давно и имеют неизменный состав, в отличие от самих ОРВИ и гриппа, мутирующих и меняющихся ежегодно. что приводит к ослаблению эффективности. Вакцина же для прививок также проходит ежегодную модификацию. Ежегодно, исходя из тех штаммов вирусов гриппа, которые циркулируют в окружающей среде, исходя из той заболеваемости, которая потихонечку регистрируется вне эпидемический подъем, Всемирная организация здравоохранения, все медики планируют тот вирус гриппа, который, возможно, вызовет этот эпидемический подъем. И уже к эпидемическому подъему у нас есть синтезированная готовая вакцина именно против того вируса гриппа, который будет циркулировать сейчас. К слову, проведение иммунизации целесообразно не только с медицинской, но и с экономической точки зрения. Каждый из этапов лечения ОРВИ и гриппа от открытия листа нетрудоспособности до исправления возможных последствий и осложнений имеет свою цену. И она точно выше стоимости одной прививки, а люди из группы риска могут пройти процедуру вакцинации бесплатно. Ни одна вакцинация не дает 100% защиты от вирусной инфекции, но любая вакцинация дает очень высокую защиту от возможных осложнений. Эффективность любой вакцинации составляет 70-90% в профилактике развития вирусной инфекции и гораздо больше, по 90% и выше, защиту от возможных осложнений. Делать прививку или нет – вопрос индивидуальный, и решать его важно с помощью специалистов. Консультация терапевта здесь окажется как нельзя кстати. Он же подробно расскажет и о том, где, когда и на каких условиях можно пройти иммунопрофилактику. Подробная информация есть и на сайтах учреждений здравоохранения. Продолжение следует... Продолжение следует...